МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу Город С в студии Инны Румянцева. Здравствуйте! В конце июля 2024 года МВД России предоставило сведения о состоянии преступности в стране за истекший период. Было отмечено снижение количества зарегистрированных краж по сравнению с прошлым годом на 17,5%. При этом число уличных краж сократилось более чем на 24%. Общее число преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 25%. По мнению сотрудников полиции, ощутимые результаты приносят в том числе профилактическая работа. Какие меры профилактики наиболее эффективны? Как можно поймать за руку вора-карманника? Что поможет сохранить от угона личный велосипед? В этих вопросах мы будем разбираться сегодня, а нашими экспертами будут сотрудники уголовного розыска Самары. И первым вступит в беседу исполняющий обязанности начальник отделения по раскрытию преступлений, связанных с хищением средств сотовой связи и карманных краж, отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Самаре, старший лейтенант полиции Николай Зинкин. Здравствуйте, Николай Александрович. Здравствуйте. Николай Александрович, ну прежде всего расскажите, чем занимается ваше отделение? Основной задачей отделения является раскрытие карманных краж, поиск похищенных предметов, принятие мер для возмещения причиненного ущерба потерпевшим в ходе расследования уголовных дел. А вообще карманная кража – это что с точки зрения закона? Могу начать с понятия кража. Кража – это тайное хищение чужого имущества. Что касаемо карманной кражи, это дополнительный классификационный пункт статьи, который подразумевает собой хищение из одежды, сумки, любой другой ручной клади, которая находится при потерпевшем. Если касаемо карманной кражи, преступник находится в непосредственной близости к потерпевшему, потому что совершает кражу предмета, находящегося при нем. Что касаемо кражи, в момент хищения человек может находиться в другом месте, как бы все это происходит в обоих случаях незаметно для потерпевших. Какая ответственность предусмотрена за карманную кражу? За совершение карманной кражи предусмотрена уголовная ответственность. Статьей 158 – это кража, пункт МГ, часть 2. Предусмотрено лишение свободы до 5 лет. Также есть исправительные работы, обязательные работы. В зависимости от различных обстоятельств суд принимает решение вынести определенный приговор в отношении преступников. А какое самое популярное место в совершении карманных краж? Я могу предположить, что это общественный транспорт. Все верно. В ходе анализа оперативной обстановки сотрудниками уголовного розыска управления города Самары было установлено, что чаще всего карманные кражи совершаются на остановках общественного транспорта, а также в самом транспорте по ходу следования автобуса. То есть это, наверное, не только автобусы? Это, наверное, и трамваи, и троллейбусы, то есть маршрутки, да? Любой вид общественного транспорта? Да, да. Вообще карманник выбирает массовое скопление людей, что ему позволяет быть менее заметным, совершить кражу более удобно, потому что можно подобраться ближе, люди не обращают внимания на толчки, какие-то рыбки, сумки малейшие. А где еще совершаются карманные кражи? Также карманные кражи возможны в больших очередях, это на каких-либо ярмарках, базарах. Если человек достает деньги, оплачивает какие-то покупки, как бы карманник наблюдает эту ситуацию, смотрит, куда деньги убираются, там, кошелек, может быть, в карман, подбирает удобный момент, как бы, и тоже так же может совершить кражу. Торговые центры, театры, кинотеатры, вот эти места? Ну, по поводу театров и кинотеатров, это, как бы, в практике не встречалось, но торговые центры, это вот гипермаркеты, когда люди подходят на кассу, сумку держат в стороне, сами оплачивают в очереди какие-то покупки, тоже так же может совершиться карманные кражи. Вообще вору-карманнику нужна толпа. Да, да, чаще всего. В этом смысле демонстрации, какие-то вот массовые шествия тоже? Да, да, пусть будет шествие, как бы, той же давки, выбрав жертву, подойдя ближе в свой преступный умысел, доводят до конца, как бы, преступники остаются чаще всего незамеченным. Метрополитен, эскалаторы, наверное, тоже такие места в этом смысле заманчивые для преступников. Вот если говорить об автобусах, в какой период времени чаще всего совершаются преступления? Чаще всего это часы пик, утреннее время это с 7 до 10 утра, когда люди едут на работу, опять же давка в общественном транспорте, там, также на остановках, люди менее бдительны с утра, менее внимательны. В вечернее время это с 17 до 21 часа вечера, как бы, все примерно та же ситуация получается. Та же ситуация, люди уставшие уже после работы, тоже бдительность утратившие часто, на нервах. Да, да, тоже. А вот каков принцип совершения карманной кражи? Как все происходит обычно, алгоритм какой? На данный момент, как бы, вот, карманники совершают свои преступления, допустим, похитили имущество, человек об этом даже не понимает, узнает об этом спустя какое-то время, допустим, находясь в автобусе, уже только на следующей остановке может понять, что у него похитили телефон. Либо, когда отъезжает от остановки, у него перестала играть музыка в наушниках, он понимает, что телефона у него уже нет. Ну, карманник, находясь на остановке, высматривает жертву, которая демонстрирует наличие сотового телефона, либо, там, денежных средств, там, созванивать с кем-то, например, убирает телефон в карман наружный, там, куртки, в задний карман брюк, что часто тоже встречается. После чего выбирает удобный момент следует за жертвой в автобусе, либо пользуется моментами, похищает имущество, садясь, ну, при посадке в автобус. Вот, это вот характерно для группы лиц, которые, как бы, вот... Наушники в ушах, это уже признак того, что у человека есть сотовый телефон. Да, все верно. Карманники в Самаре, вот именно в Самаре за последний год, это вообще наши местные люди или гости областной столицы? С начала 24-го года в Самаре совершали преступление две группы карманников. Это... Первая группа — это двое местных жителей, ранее неоднократно судимых, которых удалось установить путем просмотра камеры видеонаблюдения, установленных в автобусе. Вторая группа — это приезжие, так называемые гастролеры. Они действовали очень осторожно, совершали преступление, как бы, в группе... В составе группы было три человека. Просто после хищения телефона они передавали друг другу телефон, и третий, как бы, покидал место в совершении преступления. Проводились с сотрудниками уголовного розыска мероприятия с целью их установления. Было установлено, что они приезжие из другого региона. Так как действовали очень осторожно, к моменту задержания они уже скрылись в город Казань, республика Татарстан. Была, как бы... Сотрудники были направлены в командировку, где в ходе мероприятия были задержаны совместно с местными полицейскими. Им меняется там на данный момент более восьми эпизодов карманных краж. Вот в старых советских фильмах можно встретить таких персонажей, воров-карманников, которыми восхищались даже работники уголовного розыска. Просто интересно, есть ли вот в вашей практике вообще встречались такие специалисты? Ну, специалисты, квалифицированные преступники есть. Они, ну, как сказать им, лет за 50 уже они продолжают совершать преступления. Как бы на чистосердечное признание от преступника приходится рассчитывать только после того, как мы задержим его в исполичном при совершении преступления. То есть за руку в кармане потерпевшего. Только тогда можем, как бы, рассчитывать на... Ну, когда все очевидно, тут отпираться, собственно говоря, бессмысленно. А так, наверное, не сознается никогда, не при каких-то... Ну, да, очень тяжело, как бы, да. Но восхищение своей виртуозной работы никто у вас не вызывает, я так понимаю. Нет, ну, в первую очередь преступники, поэтому восхищаться им, я думаю. Да, нечем восхищаться. А вообще, вот сегодня карманник – это все-таки квалифицированный специалист, скажем так, специально обученный, который шлифует свое мастерство? Или это вот такие вот карманники по обстоятельствам, по нужде случайно? Ну... Ну, когда, знаете, берут плохо. Ну, вот прям торчит телефон из кармана, а очень нужен телефон самому. Встречаются как квалифицированные, которых я ранее назвал, так и случайные кражи, когда, ну, реально очень... Супление совершено из корыстных целей, как бы, находится в доступном месте. Поэтому бывают и случайные, но и квалифицированные, как бы, чаще всего. На самом деле, даже если это и случайная кража, все равно оно не перестает быть кражей, да? Да. И ответственность-то одинаковая. Да, все верно. Собственно, как бы мы ее ни называли. Да. А вы можете описать вот типичного карманника, вот как он выглядит, возраст его, пол, манеры, образ вообще? На данный момент, как бы, карманники подстраиваются под время, как бы, их очень тяжело выделить из толпы, они одеваются опрятно. Это могут быть и женщины, и девушки от 20 до 40 лет, также вот более 50 лет там может быть карманнику. Наркозависимые люди могут быть, как бы, вот, допустим, в составе группы преступника, которая была задержана, 2008 года рождения. Одна из фигурантов. Как бы, такового портрета, наверное, нет. Девушка, да. То есть, вот так вот чисто внешне очень трудно этого человека выхватить из толпы. Да, и это им помогает еще проще, как бы, ввести заблуждение своих жертв. А вот вы, все-таки у вас глаз наметанный, вы по лицам можете распознать, что это вот человек все-таки? Ну, по лицу, я думаю, любой сотрудник полиции, оперативник, как бы, распознает, что лицо, скорее всего, ранее судимое. Если у него какие-то поведения, подозрительные, ну, жесты, он, может быть, там, глаза бегает, как бы, уже понимает, что он планирует какое-то преступное, ну, имеет преступный умысел. И вот если вы видите такого человека в толпе, где-то в общественном транспорте, и даже если это не рабочее время, вы включаетесь в работу? Ну, да, потому что, как бы, всегда на страже, всегда внимательны. Допустим, я, ну, мы по службе часто передвигаемся на общественном транспорте, ну, и, в принципе, на работу также еду в транспорте, обращая внимание на то, что происходит вокруг, что-то подозрительное может быть. То есть профилактика проводится, всегда мы делаем все для того, чтобы, вот, задержать человека с политикой. Вот, да, о мерах профилактики. Скажите, как, какие меры, в том числе профилактические, помогают предотвращать все эти преступления и ловить карманников? Вот, допустим, у нас проводятся рабочие встречи с представителями транспортных компаний. Общаемся с кондукторами, с контролерами, инструктируем их по поводу поведения, там, распространяем ориентировки возможных преступников. Очень помогают в этом видеокамеры, установленные в автобусах, как бы, тоже помогают нам установить личность преступников. Также, вот, подготовлена звуковая дорожка, которую хотим запускать в автобусе, в торговых центрах, как бы, с целью информирования граждан, для того, чтобы предостеречь их от преступников. А в этом году сколько преступников удалось поймать? Ну, с поличным в этом году было поймано два преступника, местных жителей, ранее судимых, наркозависимых. В настоящий момент они осуждены более чем по 20 эпизодам карманов каража. Кошельки и телефоны воровали? Чаще всего предметом хищения являются сотовые телефоны. Как бы, ну, так же и кошельки бывают, но чаще всего это сотовые телефоны. Что посоветуете коротко нашим телезрителям, как не стать жертвой карманник? Ну, наверное, если есть какая-то ручная кладь, держать ее в видном месте, как бы, обращать на нее внимание перед собой, хранить телефоны и другие ценные вещи, как кошельки во внутренних карманах, как бы, затруднять таким образом совершение преступления, быть внимательным, бдительным, ну, и обычные стандартные меры безопасности для сохранности своего имущества, не пренебрегать ими, как бы, всегда заботиться о своем имуществе. Сумку перед собой держать, локти в толпе выставлять, никого близко к себе не подпускать. Николай Александрович, спасибо вам за разъяснение. Управление МВД России по городу Самаре предоставило нам видео с камер наблюдения, установленной на одном из автобусов. И там хорошо видно, как происходит карманная кража. Внимание на экран. Обратите внимание на парня в куртке синего цвета. Вот он вплотную подошел к девушке в куртке белого цвета. И при выходе мужчина вытаскивает из ее кармана телефон и выходит из автобуса. Вот так происходят карманные кражи. Нам с вами необходимо это знать и не терять бдительности. А пока мы смотрели это видео, у нас произошла замена. И я представляю вам нашего второго гостя. Это начальник отделения по предупреждению и раскрытию грабежей и разбоев отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Самаре Дмитрий Вдовин. Дмитрий Игоревич, здравствуйте. Добрый день. И для начала расскажите, чем ваше отделение занимается. Наше отделение занимается раскрытием имущественных преступлений, такие как грабежи, разбойные нападения, ну и в том числе кража велосипедов. Занимаемся розыском преступников, поиском похищенного имущества, ну и возмещением ущерба потерпевшим. Вот ранее мы говорили о кражах, о карманных кражах. Ваш отдел занимается грабежами и разбоем. Расскажите нам, чем отличаются все вот эти понятия друг от друга. Ну, отличительных особенностей такова, что умысел преступника при краже – это оставаться незамеченным и то есть действовать тайно, то есть тайно похищать имущество. В грабежах и разбоях немножко по-другому. Тут преступник действует открыто, осознает это, то есть не боится то, что его увидят, опознают, то есть либо свидетели, либо сам потерпевший. То есть они в открытую отбирают у них имущество. Меры ответственности какие за грабеж или за разбой? Ну, по статье 161 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. По первой части это до 4 лет лишения свободы. Также исправительная работа, принудительная работа, обязательная работа, условные сроки, если нет отягчающих обстоятельств. Такие как группы лиц, совершение грабежа с использованием физической силы, то есть применение силы, которое повлекло вред здоровью и жизни потерпевшему, не опасный вред. Также в особо крупном размере и с проникновением в жилище, то есть в частный дом либо в квартиру. Тут уже санкция подразумевает под собой до 12 лет лишения свободы. А в разбойных нападениях это уже немножко более общественно опасное деяние. Оно подразумевает почему? Потому что объект здесь не только имущество граждан, которые похищаются, но еще и их жизнь и здоровье. Почему? Потому что это более дерзкое преступление. Преступник также действует открыто, но здесь потерпевшему наносится... Ну, не наносится, как сейчас сказать. То есть элементы насилия возможны? Да, элементы насилия, причем которые могут повлечь опасность для жизни и здоровья наших потерпевших. Также при отягчающих обстоятельствах это применение предметов, используемых в качестве оружия. Также группы лиц, также повлевшие тяжкий вред здоровью потерпевшему. Ну, за такие преступления и ответственность, наверное, более... Гораздо более жестокая. То есть до 8 лет лишения свободы, а четвертая часть предусматривает до 15 лет лишения свободы. Кто чаще всего в настоящее время становится жертвами таких преступлений? Ну, это наиболее уязвимые категории граждан. Это девушки и женщины, дети, престарелые граждане, лица, находящиеся в алкогольном опьянении, которые не могут дать отпор этим преступникам. Есть ли какая-то закономерность в связи времени и места преступления? Вот, что я имею в виду, вот, как правило, где, в каких местах совершаются дни преступления и ночи? Мы на постоянной основе ведем мониторинг, делаем анализ, то есть по месту, времени и предмету посягательства. Соответственно, хочется выделить то, что в основном все преступления совершаются в ночное время, то есть в сумерках, и когда мало свидетелей на улицах, мало в таких проходимых улицах, в дворах, то есть в подъездах, где, грубо говоря, нет свидетелей. То есть там стараются эти преступники орудовать. А вот возле кафе, возле ресторанов подкарауливают? Да, случается, но бывает это около ночных клубов, которые работают допоздна, и после того, как молодые люди и не только выходят в подвиженном состоянии, то за ними тоже могут проследить и, соответственно, ограбить. Потому что сейчас у всех дорогостоящие телефоны, ювелирные изделия, банковские карты, деньги с собой. Ну, а потом верхняя одежда бывает достаточно дорогостоящая и в зимнее время, там, девушки, например, да, украшения, украшения. А вот жилые дворы, дома, подъезды в дневное время насколько безопасны с этой точки зрения? Ну, в дневное время тоже совершаются, то есть преступники все разные, психотип их разный, то есть они кто-то убирает вечером, то есть кто-то может днем, смотря кто решился, в какое время пойти на это преступление, то есть как он нацелился. Это уже от них зависит. То есть, ну, бывает и такое, но больше все равно, конечно, уже в позднее время совершается. А вообще вот эти люди, преступники, они как-то, у них есть свои какие-то, ну, я не знаю, предпочтения? Кто-то работает днем, кто-то работает по ночам, вот какие-то вот такие вот вещи. Ну, есть такие, да, бывали у нас такие товарищи, которые занимались вот грабежами ювелирных изделий у женщин и девушек, то есть срывали с шеи золотые цепочки, то есть в ночное время ее не разглядеть, поэтому они орудуют только днем. Вот. А такие серии вот уже когда осенний-зимний период, начинаются грабежи сумок у женщин, то это более позднее время суток, это уже в вечернее время происходит. Реже гораздо утром, ранним утром. А как вот надо себя вести девушке, если на нее вот такое нападение совершается? Ей говорят, там, снимай шубу или там снимай серьги. Лучше, конечно, сохранить свою жизнь и здоровье, лучше отдать и незамедлительно броситься по номеру 102 в полицию. И незамедлительно убежать от этого места. Не сопротивляться, это жизнь и здоровье гораздо важнее, чем ценности. В вашей практике приходилось задерживать серийного грабителя? Ну, за срок службы свой очень много серийников мы задерживали. Это начиная, я как говорил, грабежи золотых цепочек, грабежи сумок, разбойные нападения на сотовые связи с салонами, микрофинансовые организации на банке. То есть их очень много, но с каждым годом я хочу сказать, что и уровень преступлений в данной категории снижается, и серийников становится все меньше. А что они говорят при задержании, когда уже все, отпираться невозможно? Как они объясняют свои действия? Ну, данная категория преступников, они в основном все ведут антиобщественный образ жизни, нигде не работают, склонны к употреблению алкогольной продукции и наркотических средств. И с целью, чтобы добывать им легкие деньги, они выбирают вот этот вот путь. И когда уже они оказываются у нас, то есть задержаны, то есть им тоже мы поясняем, там у тебя тоже мама есть, может быть сестра, то есть тебе не стыдно совершать такое. Они просто опускают глаза в пол. Сейчас вопрос скорее не о грабежах, а о краже. Вот недавно публиковали новость о том, что в суд направлено уголовное дело о 42, сразу о 42 эпизодах тайных хищений велосипедов. Велосипед сейчас такое популярное средство транспортное стало, да? Вот были ли за последний год-два случаи, когда открыто похищали велосипеды? Ну, в 2004 году таких преступлений не зарегистрировано, а вот в 2023-м, да, были случаи. Могу даже пример привести. Молодой парень, доставщик на дорогостоящем велосипеде, на своем личном, приехал доставить гражданам товаропродукты и оставил свой велосипед, не пристегнув его, просто около подъезда. Мимо проходил раннесудимый житель нашего города, обратил внимание, что велосипед стоит без присмотра, сел на него и уехал. Ну, по горящим следам этот преступник был задержан, велосипед вернули потерпевшему, ну, и, соответственно, понес наказание. Какая замечательная оперативность. Вот всегда бы так. У нас есть еще одно небольшое видео, которое предоставило нам управление МВД России по городу Самаре. В данном случае камера наблюдения была установлена в подъезде многоквартирного дома. Давайте посмотрим. Мы видим на экране момент совершения преступления, кражи велосипеда. Преимущественно транспортные средства находились на верхних этажах, в общих коридорах, входную дверь которых злоумышленник просто вскрывал. Велосипедные тросы мужчина также повреждал, после чего вместе с похищенным скрывался с места преступления. Общий ущерб от противоправных действий мужчины составил более 700 тысяч рублей. Понятно, что камеры наблюдения, наверное, достаточно эффективны в борьбе с преступностью, да? Насколько эффективны, кстати? И какие еще меры профилактики? Вы используете? Ну, основные наши меры профилактики, это мы постоянно проводим оперативно-профилактические мероприятия с целью проверки как раз лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, ранее судимых лиц, также судимых за категорию данных преступлений. В этом нам помогают участковые полномочные. То есть, когда человек находится у них под надзором и проверяется, то у него уже не возникает такого умысла. Он будет знать, что за ним наблюдают. И он постарается не совершает. Поэтому такую профилактику мы проводим. Также мы проводим обысковое мероприятие, то есть, соответственно, места сбыта. То есть это рынки, ломбарды, комиссионные магазины и так далее. То есть проверяем там предмет похищенного имущества. Когда находим, возвращаем потерпевшим. Ну и, соответственно, камеры. Вот камеры нам очень помогают изобличить преступников. То есть, когда на преступлении мы видим, грубо говоря, знакомое лицо, это нам, они очень помогают в нашей работе. А что предпринять, чтобы не допустить кражу своего личного велосипеда? Ну, что предпринять? Здесь как бы не оставлять его без присмотра. Ну, так не бывает. Постоянно ты его не сможешь оставлять без присмотра. Так что основная доля совершения кражи велосипедов, это происходит у нас в подъездах жилых домов. То есть, соответственно, люди оставляют, пристегивают их к перилам, к водосточной трубе в подъезде. И думают, что они обезопасили себя. Да. Но преступники используют как кусачки, ножницы по металлу, даже болгарки портативные на аккумуляторной батарее. Срезают тросик и спокойно его забирают. То есть, даже если у вас есть домофон, то есть преступник также может позвонить в другую квартиру, либо зайти с кем-то в подъезд. И также посмотреть, что стоит в подъезде. И спокойно украсть. И, соответственно, я бы хотел порекомендовать, все-таки, если вы оставляете свое имущество в подъезде, хотя бы, чтобы оно оборудовано было камерами видеонаблюдения и тросом. Пускай, может быть, это какие-то там создатся трудности ему. Может быть, кто-то из соседей услышит или увидит и спугнут его. Вот, соответственно, и когда заходите в подъезд, обращайте внимание, кто заходит с вами. Если это подозрительный какой-то неместный житель, то не впускайте его просто. Вот. Ну и, соответственно, еще хотел бы сказать, чтобы при покупке велосипеда, если он покупается в магазине, сохраняйте документы. Если вы купили его где-то, ну, бывшего употребления ДБУ, то просто сфотографируйте, либо перепишите серийный номер велосипеда. Он находится у каждого велосипеда, снизу под рамой. Соответственно, это помогает в Роске. То есть, чтобы мы потом, когда отрабатываем места сбыта, мы посмотрели по серийному номеру, что он принадлежит именно нашему потерпевшему, и вернули его. Потому что зачастую документы эти либо теряются, либо выкидываются при покупке, и потом сложно будет доказать, что это именно... Замечательная рекомендация. А вообще, чтобы обезопасить себя от грабителей, что еще посоветуете плюс к этому? Ну, от грабителей посоветовать минимизировать прогулки ночные в одиночку. Это касается молодых девушек, женщин. Если даже по возвращению ваших близких, детей, супругов, мамы, постарайтесь лучше их встретить около подъезда и сопроводить, это будет безопаснее. То есть, не доставать без надобности в безлюдных местах какие-то дорогие гаджеты. Не демонстрировать свое благосостояние. Да, не демонстрировать какие-то дорогостоящие ювелирные изделия. Я не знаю. Ну, как бы это все рекомендации. Это, конечно же, мы не можем... Рекомендации очень полезные. Лишний раз услышать это... Если в сумках находятся кошельки, телефон, не надо пин-код писать на карточке, либо в чехле телефон оставлять от банковской карты, чтобы преступники впоследствии не сняли деньги с нее. Благодарю вас. Время нашей программы подошло к концу. Еще раз благодарю наших экспертов за разъяснение. Напомню, сегодня гостями в студии были сотрудники отдела уголовного розыска управления МВД по городу Самаре, майор полиции Дмитрий Вдовин и старший лейтенант полиции Николай Зинкин. На этом я с вами прощаюсь. Будьте бдительны и берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова